Библейский портал экзегет.ру представляет Еще добавил Олегу. Потерпи немного, и я тебе поведаю. Скажу и другое о Боге. Издалека я поведу свою мысль, чтобы правоту моего Творца показать. Воистину слова мои правдивы, предо мной совершенные в знаниях. Перед тобой, простите, совершенные в знаниях. Вот себя он так не обижает. Мы об этом уже говорили. Ну ладно, что он скажет о Боге все же важнее. Бог могуч, не отвергнет могучий того, кто духом тверд. Не оставит он нечестивцев живых, а несчастным по справедливости воздаст. От праведников не отведет он взор, на царский трон их посадит, навек возвысит. А если они в оковах пленены цепями несчастья, это он им на дела их указывает, на их злодействие, на гордыню, отверзает им слух и вразумляет, велит от греха отвратиться. Если послушаются и все исполнят, то благим будет завершение их жизни, и приятными оставшиеся годы. Они послушают, пойдут через стремнину, имеется в виду очевидная река, которая отделяет мир мертвых от мира живых, вот такой мифологический образ. Пойдут через стремнину, погибнут в своем безрассудстве. Снова общие слова. И в общем, такое ощущение, что живую конкретную проблему он заговаривает такими красивыми извечениями ни о чем. «Сердце, нечестивце гневом полно, не взмолится, когда он в цепи их закует, в юности погибают они, блудниками при капищах жизнь кончают». Тут такой очень обидный даже образ. Это, в общем-то, мужская ритуальная проституция, на самом деле. Имеется в виду, при некоторых языческих культах это было. «Но бедного он избавляет от бед, угнетенному отверзает слух». Тоже вот набор таких общих слов. И вот жалуются как раз на то, что этого не происходит. Ну, вроде бы, если ты двадцать раз повторишь, что это произошло или произойдет, то ты тем самым ответил на вопрос, почему же это не происходит. «И тебя бы он вывел из теснины на простор, где нет преград, явствами стол твой уставил. Но ты желаешь суда над нечестивцем твои мысли о суде и приговоре. «Берегись, чтобы изобилие тебя не прельстило, чтобы не сбил с пути щедрый выкуп». Здесь стихи очень трудные, потому что явно текст не в самом лучшем состоянии. Может быть, больше переводы по конъюнктурам, по каким-то исправлениям, но общий смысл понятен. То есть Бог, в принципе, может сделать так, чтобы у тебя все будет хорошо. «Берегись, чтобы изобилие тебя не прельстило, чтобы не сбил с пути щедрый выкуп». «Спасешься ли от беды богатством, даже если напряжешь все силы?» Правда, такой текст рыхлый, раздерганный, как-то не связаны между собой эти высказывания, но может просто и лягужи начинают повторять, как из мешка сыплются какие-то мелкие предметы, он начинает повторять более-менее хаотично какие-то общие слова и доводы. «Зря ты мечтаешь о той ночи, когда будут смятены народы». Имеется в виду, наверное, последний суд Божий над людьми. Все народы будут смятены с земли. «Остерегайся склониться к злодейству, недаром послал на тебе испытания». «Смотри, как велика Божья сила». Если наставник ему подобный. Вот после некоторой невнятицы, после набора бессвязных правильных изречений, он сворачивает опять на свою любимую тему. «Бог велик, с этим ничего нельзя поделать». «Кто укажет ему, как поступать? Кто ему скажет, плохо ты сделал? Всегда превозноси его дела, которые людьми воспеты. Взирают на них люди, издали им девятся». «Да, Бог превыше нашего разумения, и число его лет непостижимо». Вот Бога мы просто не понимаем. Интересно, что впоследствии Бог скажет Иову примерно то же самое, но примерно, и скажет совсем по-другому. И эта разница окажется принципиальной. Но послушаем, как говорит об этом Эмилигу. И, кажется, начинает собираться буря. Ведь потом из бури заговорит с Иовом Бог. И вот уже он, видимо, показывает на небо и говорит, «Вот смотри, он собирает водяные капли, что скучаются в дождевые струи, проливаются из облаков, ливнями людей рошают. Кто постигнет тучи полета, громыхания чертогов его, когда сиянием окружает он тучи и скрывает вершины гор? Вот буря, молнии. Так он судит народы, в изобилии дарует им пищу. От рук его молнии исходят, ударит, куда он прикажет. Громы о нем возвещают, о яростном гневе на злодействе». Вот началась буря, видимо, уже пришла. И буря – прекрасный образ величия Бога. Действительно поражает, когда какая-то такая гроза, когда ветер хлещет, ливень. Человек чувствует свою уязвимость и ничтожность, особенно ясно. Когда солнышко и тепло, то совсем не так. И, в общем, Иллигу остается только задавить вот этим величием. Вот только рассказать о том, как любая буря – это образ Бога, который налетит, сорвет с места, унесет, разгромит. И ничего ты с этим не поделаешь. Как ты будешь спорить с молниями, как ты будешь спорить с Богом. Ну и более подробно про дождь и грозу он скажет в следующей 37 главе. Субтитры создавал DimaTorzok